Всем привет, меня зовут Илья, и я в очередной раз сел перед камерой. Это значит, что пора взять в руки бас-гитару и начать потеть. Сегодня я буду говорить о таком явлении глобальном, которое повлияло на все, без исключения, без преувеличения, стиле музыки. И не только стиле музыки, на вообще культуру человечества и историю вселенной. Это блюзы. Точнее я расскажу, какие типы блюзов бывают, чем отличаются блюзы от других стилей музыки, какие характерные черты, вообще как играть блюзы, как понять эту культуру, как понять этот мир музыканта. В качестве вступления скажу пару слов. За свою жизнь я сыграл огромное количество блюзов, наверное, больше сотни, начиная от бибо-блюза Чарли Паркера, Дизи Гелеспи и Толониуса Монка и заканчивая современным по-блюзам типа Джоба Намаса и прочего. Но я никогда не был блюзманом, каким-то фанатом блюза, и большую часть моей жизни, большую часть моего времени проведения за бас-гитарой я особо не любил блюз. Но настолько эта музыка влиятельна, настолько она проникает во все другие сферы музыкального бытия человечества, что везде она присутствует, в любой практически музыке есть элементы блюза, особенно в роке, даже в поп-музыке. Я уже не говорю про джаз, про фанк и прочее. Поэтому даже несмотря на то, что я никогда не был фанатом такой музыки и особо не любил блюз так конкретно и глубоко, пришлось играть. Когда я учился в институте в городе Белгороде на эстрадном джазовом отделении, на первом курсе у меня было первое занятие по специальности. По моей специальности это бас-гитара. Я пришел к учителю, преподавателю, встретился с ним впервые. И первое, что он меня попросил, Илья, давай сыграем с тобой блюз, стандартный 12-тактовый, архаичный блюз, поджимуем с тобой. Я поиграю сначала шагающий бас, ты посадишь, потом наоборот и так далее. То есть это первое, что спрашивают у тебя преподаватель, другой музыкант, как ты владеешь блюзом. Это сразу показывает твой уровень осведомленности, твой уровень профессионализма. Конечно, слово такое мощное, профессионализм. Но сразу показывает уровень твоей музыкальной эрудиции и вообще твоей подготовленности. Можно сразу определить по блюзу, насколько человек шарит, насколько чувак вообще месит и знает фразы. И вообще, какое у него ощущение триоли, свинга и прочего. Поэтому блюз знают все. И эта блюзовая форма, она везде спрашивается. Это как умение считать элементарные числа. Это везде пригодится. То же самое и блюз везде. На любом джеме ты придешь и, как правило, будет блюзовая сетка и будут музыканты джамовать на блюзовую сетку. Да и вперед, когда я активно играл в группах своего города, даже авторская музыка, авторские группы какие-то, которые пишут свои песни, свою музыку, у них всегда был блюз. В программе обязательно. Две-три песни. Обязательно на блюзовый квадрат. Настолько это везде маст хевна. Итак, то, что отличает блюз от других стилей музыки. Характерные черты, особенности этого стиля музыки. Первое. Это гармоническая особенность 12 тактов. Если ты видишь перед собой сетку из 12 аккордов, 12 тактов, то в 98,8% случаев это будет блюз. Это 12 тактов плюс на пятом такте, ты уже знаешь, наверное, многие знают, не для кого-нибудь секрет, это будет субдоминанта. Четвертая ступень в пятом такте. Реже встречается во втором такте. На всем протяжении существования блюзовой музыки, джазовой, есть тенденция к усложнению гармонии, к усложнению блюзов. Если, например, самый простой блюз, архаический первый тип, самого первого блюза, он был максимально простой по гармонии, это 4 аккорда. Форма А, А, Б. Первая 4 такта на тонике, вторая 4 такта на субдоминанте и третья 4 такта на доминанте. И ничего тут не было, это самая простая форма. То со временем, с появлением крутых музыкантов типа Чарли Паркера, которые усложняли гармонию, которые добавляли хроматические движения, параллелизмы и прочие заумные слова. Дальше у нас идет классический блюз, где трудами таких музыкантов, как Чарли Паркер, Дизи Гелеспи, усложнилась гармония значительно. Добавились кадансы, тернраунды, добавились хроматические движения аккордов. В общем, блюз развивался и дальше. И заканчиваю современными модерновыми блюзами, где по сути добавляются еще аккорды с альтерациями, уменьшенные аккорды, где мы уже применяем не только простую пентатонику, не только натуральные ноты гамм, не только стандартные фразы, но еще и альтерированные гаммы, уменьшенные, с увеличенными пятерками, с уменьшенными девятками и прочими. Получается, что движение и звучание самого блюза современного уже немножко не такое. И музыканты могут использовать уже другие средства, использовать другие приемы, другие фразы, звучащие не так традиционно. И музыканты И музыканты И музыканты Вторая особенность блюза это использование так называемых блюзовых нот. И что это значит? На этот счет существует специальная гамма, называется блюзовая. По сути это минорная пентатоника с добавлением еще одной ноты. Но не все так просто. На самом деле тут к пентатонике никакого отношения изначально не имеет. Это просто мажор с уменьшенной третьей, с уменьшенной пятой и уменьшенной седьмой ступеней. Это блюзовая гамма в две октавы от ноты соль. В этом-то и есть фишка в том, что мы играем по сути минорную гамму с пониженной пятой, но на мажорную гармонию, на мажорные аккорды. И получается, что проникаем этим минором на мажор и все звучит круто. Именно по блюзовому. Эти ноты появились неспроста в арсенале музыкантов. А дело в том, что в архаическом старом блюзе сельском вокальной партии было много галисандра. Галисандр это плавное движение от одного звука к другому. И инструменталисты повторяли технику пения именно галисандрового блюзового пения. И это повлияло на исполнение блюзов, на импровизацию и вообще блюзовую гармонию. Отсюда вытекает третья особенность. Это так называемый минор в мажоре или проникание минора в мажор. Если проанализировать блюзовую гамму, то мы увидим, что это по сути минор, пониженная третья ступень. Это же минорная, это малая терция. И в этом и есть характерное звучание блюза в том, что минорное звучание проникает в мажор, казалось бы. И в этом и есть колорит блюза. Также существует и минорный блюз, но он несколько скуднее по звучанию, чем мажорный. Так как блюзовые, те самые ноты блюзовые, гаммы блюзовые, они в минорном блюзе совпадают с звукорядом минора. Поэтому не получается вот этой вот мажорной минорности звучания и вот этого колорита блюза в этом плане. Поэтому мажорных блюзов на самом деле гораздо больше. Четвертая особенность блюза это септаккорды. В 99,9% в блюзе играются именно септаккорды. Все обычные трезвучия или мейдж-аккорды, большой мажорный септаккорд меняются здесь на септаккорды. Это традиция. Пятая характерная черта это триольная пульсация. Часто можно видеть вот такой символ под или над нотами. Это значит, что мыслим триолями. Это значит по сути, что здесь 4 четверти написано, но можно так сказать, что 12 восьмых размер. И мы представляем одну четверть как 3 восьмые, делим их. Многие путают триольную пульсацию с шафлом, но есть большая разница. Шафл это конкретно ритмический рисунок, который играет три секции, играет барабанщик и от этого многое зависит. А триольная пульсация это ощущение триолей в любом ритмическом рисунке. Это может быть там, я не знаю, басанова, это может быть поп-музыка, это может быть блюз, фанк. Ощущение триольности, когда мы мыслим тремя восьмушками на одну четверть. Последняя шестая особенность, она характерна не только для блюза, но во многом и для джаза и музыки. Это наличие тернраундов или каденции. Что это значит? Конечно, слова сложные, но легко понять. Это связка аккордов в последних двух тактах. И со временем эта связка усложнялась от простого архаического 1.5 до джазового 1.625 и огромных количеств вариаций на эту тему. Хочется немножко добавить в первый пункт про гармонию в блюзе. Характерная особенность также является так называемый параллелизм. Сложное слово, но можно понять. Это когда мы играем один и тот же аккорд по структуре, по своему строению, вверх и вниз по грифу, не меняя строение аккорда. Например, мы берем обычный доминоцепт-аккорд, ноту до, и двигаем его. Куда угодно. Это и есть параллелизм. Это характер не только для блюза, а также для джаза очень характерно. Но в блюзе тоже всегда встречается. И дает характерную такую блюзовую фишечку, блюзовую окраску. Например, вот сыграем блюз. Руки заплелись. Почему руки заплелись? Можно одними параллелизмами обыграть весь блюз. Заключение. Подытоживаем, закругляемся, подводим итог. Надеюсь, данное видео поможет тебе начать движение в правильном русле. Понять, что такое блюзы. Немножко научиться играть их. Немножко научиться слушать, услышивать, понимать, чем отличается блюз от других стилей музыки. Как он влияет на другие музыки. Находить эти элементы блюза в другой музыке, у которых достаточно много этих элементов. Влияние огромное даже на литературу, на искусство, на кино. Вообще на все сферы жизни человека. Влияние блюза. Внизу под видео оставлю ссылочки, оставлю названия материалов, которые я использую для этого видео. Это какие-то книги, которые ты можешь взять, найти легко, если захочешь в интернете. Прочитать и начать правильно двигаться в сторону качественного звучания, в сторону фирмовости и просветительства. На этом все. Спасибо за внимание, что смотрели. Подписывайтесь, репостите, наслаждайтесь видео. Любви, доброты, пока. Продолжение следует...